В Касправде опубликованы 100 конкретных шагов по реализации пяти реформ президента. Так, в рамках первой реформы предполагается модернизировать процедуру поступления на госслужбу, в том числе оплачивать труд госслужащих по результатам работ. В этой связи будет разработан и принят новый профильный закон, поясняет издание. Таким образом, планируется создать не только профессиональный, но и автономный госаппарат. Вторая реформа подразумевает переход от пятиступенчатой системы правосудия к трехуровневой. В целом, реализация данной реформы гарантирует право собственности, создаст условия для предпринимательской деятельности и охраны договорных обязательств. Согласно третьей, планируется привлечь стратегических инвесторов в сельскохозяйственные отрасли. Помимо этого, таможенная и налоговая системы будут интегрированы. Реализация поставленных задач позволит перейти к экономическому росту и диверсифицировать отрасли промышленности. Для введения в действие указанных реформ создана Национальная комиссия по модернизации при президенте страны под руководством премьер-министра. В ее состав вошли пять рабочих групп, состоящих из отечественных и зарубежных экспертов. ЕК вводит антидеппинговую пошлину на китайские кухонные приборы, пишет в свежем номере Касправда. Данное решение касается изделий из нержавеющей стали. Размер антидеппинговой пошлины составляет от 15 до 27% в зависимости от компании-производителя. По статистическим данным, за период с 2010 по 2013 годы объем импорта из КНР в ЕАЭС вырос на 25% и занял дополнительные 6,5% рынка, что вынудило отечественных производителей работать в убыток, ведь их прибыль за четыре года сократилась сразу вдвое. Таким образом, считают в ЕАЭК, поскольку анализ, полученный в ходе антидеппингового расследования, информация говорит о наличии демппингового импорта и обусловленного такими поставками материального ущерба отрасли экономики стран Евразийского Союза, есть все необходимые основания для применения антидеппинговой меры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok